Резкие слова президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина, сказанные им в ходе интервью журналисту американского телеканала ABC News, наделали много шума не только в России. Об этом пишет вся мировая пресса. Причем подавляющее большинство СМИ сошлось во мнении, что глава Белого дома определенно перебрал в своих оценках российского лидера. Политикум, общественники, да и простые граждане ждали лишь одного – реакции Кремля. И не только пресс-секретаря президента, который, к слову, сделал несколько размытых заявлений по этому поводу, но и его шефа Владимира Путина. Впрочем, долго ждать не пришлось. Уже на следующий день, после публикации интервью Джо Байдена, президент России в ходе онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, успешно парировал хамство своего американского коллеги. Однако на этом шеф Кремля решил не останавливаться. После торжественного открытия концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма и РФ, президент сделал еще одно, причем куда более интересное заявление. А точнее предложение. Да чего уж там, Владимир Путин бросил самый настоящий вызов Джо Байдену. Президент России предложил своему американскому коллеге провести публичную онлайн-дискуссию, чтобы, как говорится, расставить все точки над «и». Нечто подобное в мировой практике происходит впервые, как собственно, и обвинение лидера ядерной державы в каких-то убийствах. Вы тоже наблюдаете этот блеск и азарт в глазах Путина. Кажется, он готов съесть эту вишенку на торте. С большей долей вероятности вызов Путина будет либо проигнорирован, либо отвергнут. Вопрос лишь в том, каким образом. Учитывая резкие слова Джо Байдена, а также последовавшее за ним пояснение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что ее шеф ни о чем не жалеет и отдает себе отчет о сказанном ранее, президенту США ничего не остается, как заявить, с убийцами дискуссий не веду. Таким образом, будет поставлена точка. В отношениях Вашингтона и Москвы, разумеется, посол уже отозван, а следом и дипломатические отношения будут понижены до уровня временного поверенного в делах. Истинная же причина вероятного отказа Белого дома от онлайн-дуэли с Кремлем лежит на поверхности. Байден попросту не сможет ответить на четко и ясно сформулированные вопросы своего российского коллеги, что станет вселенским позором для американских властей. Не касаемо фантомного вмешательства в выборы президента США 2016 и 2020 годов, не в вопросе Северного потока-2, не по факту каждый месяц ужесточающихся санкций, которые противоречат международному праву. Ответ здесь может быть лишь один. Россия, геополитический соперник, идеологический враг и военный конкурент США. И Вашингтон готов применить любые средства, чтобы этого соперника нейтрализовать. Разумеется, настолько прямо Байден ответить не готов. Таким образом, Владимир Путин ставит Джо Байдена и США в целом в очень некомфортное положение. С одной стороны, любой неуклюжий отказ будет означать слабость и страх. С другой, публичная дискуссия двух лидеров будет заведомо проигрышной для американца. Вилка, товарищи. Байден, не желая того, подставил самого себя. Посмотрим, как Вашингтон выпутается из сложившейся ситуации.